Вот практически в ловушку на минувшей неделе попал мэр Нарвы Эдуард Эаст. Дело в том, что на минувшей неделе прозвучало аж два вотума недоверия, что примечательно. Одно из заявлений о вотуме недоверия представили члены Центрийской партии, то есть однопартийцы Эаста. И вот что же ждет Нарву, мы сегодня обсудим с редактором портала РУС ЕРР ЕЕ Артуром Томаном. Доброе утро. Доброе утро. Артур, ну вот мне интересует, можно ли говорить сегодня, что раскол фракции КЕСК это была вот та самая Центрийская фракция в Нарвском городском собрании и появление в нем теперь единой Нарвы, это 15 членов отколовшихся от этой фракции. Это следствие внутрипартийной борьбы, которая сейчас развернулась по Эстонии, или все-таки это сугубо нарвские дела? Это сугубо нарвские дела. Почему ты так думаешь? Потому что в большинстве случаев в местных самоуправлениях, и Нарва в этом не исключение, объединение людей по тому или иному принципу происходит не по принципу партийности, непартийности, а по принципу личных интересов, личных взаимосвязей. То есть в Нарве люди объединились, назвали себя Центрийская партия. И когда у них произошел конфликт, то конфликт произошел не из-за того, что что-то происходит в Таллине. Многие даже не знают устава партии, программы партии. Я даже уверен, что если рядового партийца в Нарве спросить, кто сейчас в правлении Центрийской партии, то они не назовут всех. То есть можно говорить о том, что сегодняшний раскол, это по сути дела конфликт между двумя депутатами Нарвского горсобрания. Ну, по крайней мере, бытовало мнение, что это конфликт между Вороновым, который возглавил сейчас Единую Нарву, и Овсяниковым, который остался как раз в числе тех самых шести депутатов фракции КЕСК. Да, можно так сказать. Оставшиеся во фракции КЕСК члены городского собрания теперь пополнят оппозицию или все-таки в какой-то момент времени они примкнут к той самой Единой Нарве? Сейчас рано говорить, что произойдет в четверг, скажем, где будет приниматься или не приниматься вот он, недоверие мэру действующему. Переговоры до сих пор идут, они довольно интенсивно идут между разными силами, между разными группами интересов. Как будет развиваться дальше, сказать очень сложно, потому что все может произойти, все может произойти. На данный момент все-таки вот та группа, которую оставили за бортом власти, она пока будет находиться в оппозиции. Ты сказал сейчас, что в четверг неизвестно, что может произойти. Это значит, что решение по поводу вотому недоверия ЭОС-то еще не сделано. Нет. И мэр сейчас... То есть не сделано в смысле, есть ли у них человек на должность мэра. Вот я как раз хотел спросить, ты как-то говорил в нашем эфире, что у центрийской партии, в Нарве, по крайней мере, очень маленькая скамейка запасных, и они очень долго искали сейчас на руководящие посты на минувших выборах себе людей. Это значит, что сейчас есть проблема с тем, чтобы заменить нынешнего мэра в случае, если будет все-таки вынесено решение о том, чтобы он ушел в отставку? Во-первых, это будет довольно сложно сделать. Повторюсь, много людей, групп людей с разными интересами. Им надо между собой договориться, чего они хотят. И тогда... То есть в данном случае, вот у недоверия, это обозначение своих позиций на шахматной доске. Вот так, условно говоря. То есть претензии... Обозначение чьих позиций? Если мы уже говорим о том, что это конфликт между двумя депутатами, там же замешан Нарвский водоканал, я так понимаю, в этом конфликте. Ну, нет, Нарвский водоканал не замешан, просто руководитель Нарвского водоканала, один из видных центристов Нарвы, принимает участие в этом конфликте. Это? Воронов. Алексей Воронов. И в чем заключается тогда конфликт? Конфликт между Вороном, как говорят, и Федором Овсянниковым. О том, что... Ну, условно говоря, как поделить влиятельность. То есть одного человека и другого человека. То есть сегодняшние вот эти вот перестановки, которые могут случиться в Нарвском горсобрании, это скорее обозначение своей сферы влияния депутатами или просто влиятельными людьми этого города. Да. И определение финансовых потоков, в какую сторону они будут двигаться. Будет ли от этого зависеть от того, кто имеет большее влияние, та фигура, которая может занять этот пост, если действительно отставка мэра случится? Потому что в прессе уже называли и имя Максима Волкова, который не сказал ни да, ни нет, согласен ли он, и Тарма Тамиста, который уже был мэром в свое время, и Татьяну Пацановскую, которая сейчас занимает пост вице-мэра. Действительно, мэр будет представлять ту группу, которая в итоге победит. Не исключено, что если придут какие-то договоренности, то останется и Эдуард Тес на посту. Возможно, Тарма Тамиста, возможно, Максим Волков. То есть сейчас пока никому никаких предложений не сделали, потому что даже не вынесли вот он, недоверие. То есть идет переговорный процесс о личности. Я даже слышал, что Эльдара Эфенди его называли. Ну, по крайней мере, Эльдара Эфенди его придется покинуть тогда место в Риге Когу. А он нет в Риге Когу. Да? Нет. Видимо, я что-то уже перепутал. Есть еще какие-то кандидаты или вот те кандидаты, которые сегодня названы в прессе, это наиболее вероятные люди, которые могут занять? Тем более, что сейчас придется договариваться еще с оппозицией, то есть социал-демократами, у возможной коалиции. По крайней мере, Изотов, который является тоже депутатом Нарвского горсобрания, сказал, что от этого тоже зависит, кто же может занять этот пост. Действительно, но у оппозиции нет своего кандидата. И у позиции все-таки и голосов меньше, и даже последнее выражение «вот у меня доверия» показало о том, что в самой оппозиции нет единства. Потому что, например, из фракции «Крепость» не все депутаты подписали «вот у недоверия». Поэтому, кто будет, очень сложно сейчас сказать. То есть, вероятность больше на Тармут Амиста, потому что все-таки та фракция, которая появилась новая, вот она, по крайней мере, поддерживает сейчас Тармут Амиста. То есть, получается, все вернется, можно сказать, на круге свая, когда Тармут Амиста был мэром, а Ефимов был председателем Нарвского городского собрания. То есть, к той схеме, от которой они отказались, когда мэром стал ЭОС, то Тармут Амиста ушел в городское собрание. А кто говорил о том, что будут какие-то изменения такие неожиданные? Люди-то те же остаются? Причинами для вотумов недоверия ЭОС, то стали нарушения в бюджетных вопросах, ну, так, по крайней мере, считает оппозиция и мяги, который представил один вотум. И неспособность мэра организовать работу права и управление городом, ну, вот эта вот, по крайней мере, формулировка, которую представили его однопартийцы. Я так понимаю, что причины-то сугубо формальные, на самом деле, и сделаны они только для протокола. Действительно ли можно прикопаться к тому, что, или поставить мэра в вину то, что он направил деньги на институт Пушкина, да, который сейчас содержит Нарвская школа точных наук? Действительно, как бы он формально принял это решение, не согласовав его с городским собранием. Но, действительно, это мелкий вопрос, и сам оппозиционный депутат Алексей Мегги тоже, как бы, сказал, что это не такое большое нарушение. Последний вопрос. В числе оставшихся во фракции КЕСК есть достаточно видные нарвские деятели, да, это и Олив Силанд, который является главным врачом Нарвской больницы, это и Надежда Черкашина, которая является директором одной из нарвских школ. Стоит ли этим людям, скажем так, сейчас начать беспокоиться за свои места, потому что, если это часть, которая потеряла какое-то влияние в городе, могут ли они теперь потерять влияние и в тех сферах, где они находятся? Действительно, они могут потерять, и им надо беспокоиться было, условно говоря, месяц назад еще. То есть, удивительно, что они не предприняли никаких шагов с точки зрения защиты своих полномочий, защиты своей, как бы, власти в Нарве. Артур Томан, редактор портала russ.err.ie, был у нас в гостях. Напомню, что в этот четверг в Нарвском горсобрании уже будет проходить голосование по двум вотумам недоверия, которые вынесли мэру Нарвы Эдуардо Эусту. Как будут развиваться события, покажет и портал, и наверняка покажет актуальная камера. Ну и мы в своей программе будем следить за развитием событий. Аппарат.